Когда человек что-то выпивает, и он становится счастливым, у меня к вам вопрос, может ли просто какое-то химическое вещество просто так сделать человека счастливым? Счастье — это что, химическая энергия? Вот энергия счастья, она химическую природу имеет или духовную? Давайте разберёмся в этом вопросе. Неужели химическую? Тогда зачем вообще говорить о каких-то высших вещах? Зачем вообще жена тогда нужна? Сделай просто химическую структуру себе, которая будет давать тебе счастье, и живи с ней. Если тебе нужна жена, почему именно жена, а не химическая структура какая-то? Некоторые пробуют куклы делать искусственные, сексом с ним заниматься. Ну как-то так работает, но не совсем. Что-то не хватает. Что не хватает-то? Жизни не хватает в этом во всём. Нет жизни. Но у тебя вопрос, а может ли человек привязаться к чему-то неживому вообще так сильно? Вот смотрите, человек привязывается к спиртному. Он пьёт вот спиртное, и он счастлив. А почему? Кто знает? Вот ответ какой. Потому что там есть жизнь. Попытайтесь это понять. Это непростая штучка. Это не просто химическая реакция, как мы говорим. Там есть жизнь. И веды объясняют это, что есть такие веселящие духи. Духи — это тонкая форма жизни, малообразованная, малоорганизованная. То есть мозгов нет, как у нас. Но она знает, как ей жить. То есть эта форма жизни, она забирает волю человека, питается волей человека, взамен даёт наслаждение, привязывает к себе. И когда у человека, допустим, трудности какие-то в жизни, ему стало плохо, «Выбьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей». Ну то есть идея-то в чём заключается? В том, что когда плохо стало, этот дух начинает в это время требовать отношений с ним. Человек выпивает. То есть он почему выпивает? Потому что он верит, что ему станет лучше. Зачем человек пьёт? Ты просто так, что ли? Нет. Он пьёт, потому что он знает, что ему станет лучше. Он выпил, ему стало лучше. Почему? Потому что дух ему дал энергию счастья в это время. На что это похоже? На то же самое, вот допустим, мне плохо стало, ребёнку плохо стало, он куда бежит? К маме, оп, прижался, легче стало. Застыл. Копит счастье. Раз побежал, обе. Накопил счастье, побежал. Ну, то есть, видите, есть пассивные способы наполнения энергии счастья. Это признак неразумности жизни. А есть активные способы. Когда ты служишь объекту своей любви, тогда ты уже активно живёшь. Ну, никто... Ну, никто... А? Чё? В еде? В еде есть энергия, дающая счастье. Там есть тонкая энергия. Вот когда... Смотрите, я сейчас вам объясню. Вот когда душа выходит вместе с тонким телом из грубого тела, то если грубое тело ещё не разлагается, душа с ним связана, и она даёт ему силу, тонкую силу. Этой силой тонкой питаются все люди, все живые существа в этом мире. Есть такая формула, на санскрите это звучит «джива, дживаси, дживанам». Означает, жизнь кормит жизнь. Человек не может без живого жить. Мы не можем есть просто сахар, соль. Там мы должны есть живое. Понимаете? И веды говорят, чем меньше организована жизнь, тем меньше мы берём на себя реакции. Реакция означает, тем меньше портим жизнь другим. И значит, меньше будем за это страдать. Веда объясняет, что есть пять уровней жизни вообще в целом. Есть жизнь в глубоком сне, есть живут растения, деревья там, цветочки, они спят. Понимаете? Тот же в опасании, тот же памятник, да? Дерево, вот. Ну то есть они спят. Дальше жизнь, сон со сновидениями. Сон со сновидениями. Видите, не полностью оформленная жизнь, да? То есть какое-то вот такое поведение, какое-то такое схематичное, да? Или рыбка плывёт, плывёт, плывёт в одну сторону, раз, в другую поплыли точно. Ну нам как-то странно, да? Вот все рыбки плывут, плывут в одну сторону, раз, в другую поплыли. Тоже так же, очень весело. Ну то есть это сон тоже, но он со сновидениями. Ну то есть неосознанная жизнь. Сон означает неосознанную жизнь. Животные не осознают, зачем они живут. Они как дети малые, говорят, веды. Но чем больше организованное животное, тем больше у нее эмоций проявляется энергии любви. Допустим, собака уже может улыбаться. Кошка может любить. Она такая. И лапу поднимаешь, она как раз застыла, смотрит. Она может любить. То есть животных более организованно начинает проявляться. И мы не хотим кушать вот любимую собачку. Не кушаем ее, нет? Почему? Потому что мы ее узнали, как личность, да? Но вот коровка, которая тоже вроде бы как бы нам молочко давала, мы ее почему-то прирезали. Потому что мы ее не узнали, как личность. Но отвечать придется. Почему? Потому что у нее более организованная жизнь. Она уже осознает себя, поэтому она в тонком теле проклинает того, кто отнял ее жизнь. Деревца не проклинает. И поэтому, смотрите, у деревца совсем другая отношение с этим миром. Вот чем больше мы веточки обстригаем, тем дерево лучше растет. Так? Ну, пороси, как бы, если ножки обстричь, они не вырастают заново. Это анекдот есть такой. У хохла сосед спрашивает, ты что, говорит, у тебя поросята без ноги? Он говорит, да хохла, хохлаца захотела, что же мне, скотинку убивать, что ли? Смешно, но это правда нашей жизни. Мы как бы не совсем задумываемся об этом. Ну, ладно, это не совсем по теме. Просто это все немножко к нашей теме, потому что это указывает на нашу натуру. Мы на самом деле никого не любим здесь. Мы просто используем этот мир и все, эксплуатируем его. Продолжение следует...